Доброе утро! Каждого, просыпайтесь, друзья! Это сейчас показала на операторов наших, да? Вот я каждому в Приднестровске, да и операторов, всех я рада видеться! Потому что они спят сейчас, просыпайтесь, господа! Просыпайтесь! Собственно, всем нашим телезрителям мы говорим доброе утро, начинаем этот день с нами, у нас настроение прекрасное, вот хочется, чтобы оно передалось вам, вот через экраны, вот вы чувствуете эту энергию, а она вот уже летит к вам! Если тебе хочется, так делай это, передавай это, все зависит от тебя! Передаю! Итак, у нас сегодня уже пятница, если вы не знали, вот она пятница! Только этим одним словом должно все передаться хорошее к вам, пятница! Да, 18 ноября! Не смотрим на погоду за окном, радуемся тому, что есть у нас здесь, внутри, каждого в душе! Ну и, конечно же, смотрим нашу программу, мы для вас подготовили столько всего, Влад, ты уже готов? Ты как-то по-русски так, столько всего! Я, видишь, я согреваюсь уже, понимаешь? Так, но, это все шутки, на самом деле, давай, рассказывай, что нас ждет! Итак, во-первых, мы сегодня ждем к нам в гости Наталью Донцу, расскажет много полезного, интересного, поэтому оздоровляемся вместе с нами! Да, кроме того, сегодня расскажем о предстоящем концерте, он необычный, так скажем, это концерт Приднестровского государственного хора, в том числе солистов, на первом плане у нас Дмитрий Дорошенко, сегодня с ним пообщаемся и с Татьяной Твердохлеб, художественным руководителем этого хора. Ну, в общем, друзья, смело вас хочу заверить, что у нас сегодня очень интересно, поэтому оставайтесь с нами, не пропускайте, ну, если вдруг не проснулись, а как уже не проснуться-то, ну, вообще-то... Когда тут Татьяна кричит уже... Я уже кричу, чтобы вы просыпались и смотрели нас! Замечательно, мы будем продолжать, и совсем скоро состоится целое пиршество, праздник для любителей футбола. Чемпионат мира по футболу стартует 20 ноября. Все, это значит, мужчин просто забудьте, они каждые вечера будут пропадать, их нет. Такое грустное время для девушек, мужчины, чьи увлечены футболом. Провести время с любимым человеком, с мужем, поддержать его, когда его будет любимая команда выигрывать, либо проигрывать. В матче открытия турнира сыграют национальные команды Катара и Эквадора. Финальный матч состоится 18 декабря. Все самое интересное, кстати, хочется сказать, что будет и у нас в эфире Первого Приднестровского. Будем вести дневник, сводки, информацию, новости, все о чемпионате мира будет у нас, так что не пропустите. Да, обязательно подписывайтесь во всех социальных сетях, потому что там тоже все будет самое интересное. Такое и околофутбольное, интересные информации, байки, все-все-все, что связано с футболом. Ну и сейчас переходим, пока 20 ноября не наступило, переходим к нашему футболу, к Ама Лиге. Главные новости, конечно, потому что вот Ама Лига, финал уже сегодня, развязка все ближе. Узнаем, кто же получит титул чемпиона Ама Лиги. И, конечно же... И, я думал, сейчас скажешь, и самое главное, кто возьмет бронзу. Да, конечно же, самое главное. Остаются два матча. Это наш Авангард ТВ ПМР сыграет с Вольтой за третье место. И, конечно, хочется напомнить, отметить, что мы уже с Вольтой встречались в групповом этапе, если ты забыл, Влад. Я помню. Тогда сыграли в ничью, но сейчас, конечно, пришло время решающей битвы. Мне кажется, что наша... Что там кажется? Я уверена, что наша команда Первого Приднестровского готова на все 100%. Она тренируется усердно, упорно. И я думаю, что... Я даже видел видео этих тренировок. Конечно. Вот мы их сейчас показываем тоже. Потому что нужно к финалу готовиться основательно. Ну, собственно, тем и занимаются наши футболисты. Да и отметим, группа поддержки, она у нас всегда на уровне. Это Барабан и Евгений Аврамов. Они всегда вместе. Эй, Барабан! Неразлучно. Бам! Бам! Да, и, собственно, вот этот Барабан, он уже как символ нашей команды. Вот, собственно, вместе с Евгением Аврамовым. Если вы следите, ну, если не следите, то обязательно подписывайтесь на официальный аккаунт нашей команды. Если нет, то мы вам расскажем. Евгений Аврамов, музыкант, постоянный фанат и участник. Болельщик. Болельщик, да. Команда Авангард ВПМР участвует во всех играх. Болеет, придумывает кричалки. И еще, что интересно, готовит гимн от телевизионщиков. Ну, вот ты сказала, что Евгений Аврамов является символом авангарда. Хочу, чтобы еще символом авангарда была победа. Да. Каждую игру выходит, побеждает. Вот это символ команды. Игра сегодня вечером в Кишиневе. Начало в 18.30 на арене Ла-Извор. А, конечно же, как пройдет эта игра, мы вам расскажем, покажем. Нам самим интересно. Мы тоже будем болеть. С удовольствием будем держать кулачки и поддерживать Авангард ВПМР. Но еще супер-приз. Первый Приднестровский покажет финал Амалиги в прямом эфире. Стартует в 21.15. Начало трансляции в 21.30. Да, ты не сказал, кто будет играть. Потому что будут играть финалисты. Это Геотермал и Виктория. И именно битву этих двух команд мы покажем в 21.15. Это лайв-студия. Будет комментарий, будет интересная информация. Ну а уже в 21.30 мы можем посмотреть эту игру, эту финальную битву, решающую в эфире Первого Приднестровского. Это будет очень эмоционально. Это точно. Вы знаете, мы так много всего наговорили на сегодняшний вечер. Хочется, чтобы этот день как можно быстрее пролетел. И мы уже вечером сидим, смотрим, наслаждаемся красивым, хорошим футболом. Ну а прежде чем мы это все будем делать, хотим посмотреть анонс предстоящего финала. Интересное нам подобрали наши корреспонденты спортивной редакции. Поэтому смотрим. Сегодня красный день календаря в Амалиге. На арене Лайзвор, главные красавчики этой осени. Для нас, конечно же, это авангард ТВПМР. Плюс это единственная преднестровская команда в топ-4 главного турнира по Соки. Телевизионщики сыграют с Вольтой. На кону бронза Амалиги. Команды уже играли между собой на групповом этапе. В основное время разошлись 1-1. По булитам, точнее, оказались кишиневцы. Именно точности Вольте и не хватило в полуфинальной серии с Геотермалом. Сергей Япуриану и компания снова в финале Амалиги. Ребята по-любому довольны, что вышли в финал. Тем более обыграли довольно-таки хорошего соперника Вольту. Я думаю, что нормальный состояние. Когда ты побеждаешь или добиваешься какой-то определенной, ну не цели, но какого-то результата, всегда приятно. Еще один финалист – Виктория. Криптонит для преднестровских команд в этой Амалиге. В четвертьфинале кишиневцы прошли Террасполь. После не пустили в финал Авангард. Без разницы, я думаю, с кем играть в финал. В финал есть финал. В финал с любой командой тяжело. И каждая команда заслуживает выход в финал. Футбольное шоу на Лайзвор-арене стартует в 18.30. Есть желание и возможность – приезжайте. А если решите все-таки остаться дома, финал Амалиги покажет первый Приднестровский. Начало в 21.15. От футбольных страстей переходим к культурным. Открываем билет ПМР и что мы там видим. Нас ожидает премьера в театре. Называется «Страна слепых». Это спектакль-притча от гагузского режиссера Дениса Бабурина. По сюжету… Мне особенно приятно, что гагузский режиссер здесь у нас. Я вам скажу, вы захватываете мир потихонечку. Да, по сюжету существует такая долина слепых, где все с рождения не видят. Но в какой-то момент в этот мир попадает один зрячий человек. И вот что с ним происходит, вы можете узнать в субботу и воскресенье в 5 часов вечера в театре. Ну, для самых маленьких детей будет театр «Кукол», который называется «Носорог и жираф». Для чуть постарше… Спектакль, так понимаю, или что это у них? Спектакль, театр «Кукол», да, совершенно верно. В 10.30 начало для чуть постарше детей, в 11.30 спектакль «Волшебное зеркало». Так что всех приглашаем, конечно же, насладиться творчеством. А еще я знаю, где будет горячо, даже несмотря на то, что нет отопления. Знаешь, где? В Дворце Республики уже сегодня выступит «Виорика». А что это значит? Это вот «Виорика» тире вот горячие танцы народные, веселые песни. Это значит, что вы будете сидеть не вот так вот просто, а вот так вот. И ноги, и тело у тебя все чуть-чуть. Но хочется отметить, что будет выступать не только «Виорика», а также десятки вокалистов и инструменталистов, и молодые музыканты тоже будущие. Это вот, к примеру, скрипачи, трубачи, вокалисты, десятки учеников из разных школ, музыкальники не только. В общем, мне кажется, нужно обязательно прийти, посмотреть это и вместе с ними потанцевать, возможно, и так согреться. Ну и когда это будет? Сегодня в шесть вечера Дворец Республики. Билеты покупаем, есть на сайте bilet.pmr.com. Двигаемся дальше. Также мы видим, что и пропустили один концерт. Какой? Да, накануне. Вот я смотрю, что в Институте искусств звучал Брамс, Шопен, Прокофьев, Лист и другие мировые музыкальные легенды. Да, ну я скажу, что мы не пропустили, потому что наша съемочная там побывала и все для вас подготовила. Посмотрим сюжет. Удивительную скорость пальцев своего учителя Руслана Михайловна вспоминает как «Восьмое чудо света». Учил ее игре на фортепиано выдающийся музыкант и педагог Александр Соковнин. О нем мечтали, как о профессоре и педагоге очень многие. Ну, он сказал, ничего, деточка, посмотришь 2 сентября в список и придешь к нам на собрание. Я объявлю. И вот так получилось, я пришла, и когда я увидела в списке свою фамилию, что я как бы попала к нему, радости моей предела не было. Александр Львович окончил Петербургскую консерваторию. После войны его направили в Молдавию поднимать музыкальное искусство. Затем он организовал школу фортепианной музыки. Воспитал именитых пианистов, лауреатов международных конкурсов. Сейчас они работают по всему миру – в России, Америке, Израиле. Был не только замечательный музыкант, великолепный педагог, но он еще был просто блестящий пианист. Поэтому, когда мы играли у него в классе на уроке, собирались очень многие посмотреть, как он играет. Руслана Громова, как и ее учитель, воспитала целую плеяду пианистов, лауреатов международных конкурсов, педагогов. В памяти наставники концерт выступают преемники русской классической школы. История – это важная вещь, и мы должны знать наших предков, откуда все начиналось в нашей истории. Это очень хорошая традиция. Русская пианистическая школа отличается благородством, бережным отношением к звуку, глубоким постижением исполняемой музыки. Звучит Рахманинов, Дебюси, Рамс, Шопен. В пианистическом древе есть такие композиторы, как Сальери, Черни, Бетховен, Мошелес. Это знаменитые композиторы, пианисты, которые передавали из поколения в поколение свой профессионализм. Это наши потомки, от которых мы принимаем наш опыт и передаем будущему поколению. И гордимся, что в нашем древе преподавателей такие великие имена. Мы впервые участвуем в этом концерте и очень рады этому событию, потому что это еще один залог дружбы между нашими двумя университетами, Академией музыки и Кишиневским университетом искусства. Саховнин был заведующим кафедрой, когда я была студенткой. И сказать, что все студенты его одновременно и побаивались, и испытывали огромное уважение. На сцене педагогия. Теперь и они опыт мастера передают своим ученикам. Если я вижу на афише Приднестровский хор, значит, знаю, точно будет душевно. Музыка души совсем скоро во Дворце Республики. Да, и сегодня у нас в гостях художественный руководитель государственного хора Татьяна Твердохлеб и солист хора Дмитрий Дорошенко. Доброе утро. Но мы так понимаем, что это будет нетипичный концерт Приднестровского государственного хора, это будет что-то иное, да? Расскажите, что это будет, что нас ожидает? Ну, давненько, в общем, лет около 15 назад у меня посетила такая идея, что в Приднестровье никогда никто не слышал в живом исполнении вокальную камерную музыку, просто вокальную музыку. Да, мы слышим эстрадную музыку, джазовую, в записи. А к нам приезжают очень редко солисты, бывают, но очень-очень-очень редко. Я даже не могу сейчас вспомнить в ближайшем 5 лет, кто у нас из солистов пел вот даже приезжей. Ну, а учитывая, что я работаю в хоре, у меня певцы, кому как не мне. И вот такой проект родился, это шедевры вокальной музыки. Мы даём такой концерт один раз в год, иногда бывает, может быть, два, иногда через год, но, в общем-то, практически каждый год. И в нём участвует много ребят обычно. Два, три, четыре, пять солистов, которые по три, по четыре, пять произведения, ансамбли звучат, музыка душевная, вы правы, потому что это романсы, это арии из опер. Это то, чего не услышишь, кроме как по телевизору или по интернету. А живой звук, живой звук, это вы знаете, как я всегда говорю, живой звук попадает сразу в сердце человека. Поэтому получается душевно, потому что живая музыка – это живое общение, это на уровне, знаете, подсознания человек получает эмоцию. А самое главное, когда мы идём в концерт, мы должны получить эмоцию. Логично, эмоциями приходит. Ну, а этот концерт, вот Дима дорос до такого состояния вокального, когда он может сам поднять целый концерт и дать его публике. Вот на афише Дмитрий, в первом плане, главный герой, так скажем, это первый ваш, по сути, сольный такой концерт большой. Вот расскажите, переживаете, есть какое-то волнение? Или уже так, я готов столько лет? Натренировали, что сейчас идите сюда, сейчас я проникну в вашу душу. Ну, это не в первый раз выступать мне на сцене нашего Дворца Республики в качестве вокалиста. Вот Татьяна Васильевна уже сказала, что у нас каждый год проводятся концерты вокалистов, которые принимают участие, артисты Приднестровского нашего государственного хора. И я в том числе принимал участие. Волнительно, конечно, что вся ответственность за мероприятие, по большому счёту, вот вложиться на меня, да. И на концертмейстера. На концертмейстера, да. Наш концертмейстер Приднестровского государственного хора Анна Кушнир, которая тоже большой молодец, великолепный пианист. Но сейчас, по сути, вот вы, как главный герой, вот остальные солисты, локти не кусают, вот мы тоже хотим. Вот если где-то в балете, там могут подложить какие-то там булавки, либо там разбитые стёкла. Здесь... Есть конкуренция у вас, вот интересно. Ну я об этом могу сказать. На сегодняшний день на полный концерт конкуренции нет. Потому что если... Нет, уже не конкуренция, но я пытаюсь ещё к февралю подготовить ещё один концерт, это уже девушка будет петь, если получится. Вот как бы... Поэтому это не конкуренция. Надо действительно дорасти. Надо, чтобы была программа соответствующая. Это же публика, полный зал. Мы должны... Люди купили билеты. Это должно быть однозначно на очень высоком, профессиональном уровне. И это сложно. А программу подбираете исключительно под солиста? Вот на что он способен его такую программу подбирать? Либо же солист должен уметь исполнять абсолютно всё? Ну, надо сказать, что Дима у меня учился и по вокалу 4 года. Закончил вокальный факультет. А сейчас он учится на дирижёрской хоровом. Уже получает высшее образование. И репертуар вокалиста строится и готовится всю жизнь. Очень много произведений, которые новые, которые вот вчера мы выучили. Ну, вчера я образно говорю, конечно. Прошлый год, этот год. Но и выбранный из его программы, у него обширная программа, которую вокалист должен держать в голове всю жизнь. Потому что произведения классические, поются. Рассчитана, в общем, концертная деятельность на гастроли, конечно. Поэтому программа сформируется не один год и не две недели. Вот мы за кадром немного уже поговорили о том, как вы пришли в музыку. И не всегда она была у вас на первом плане. Вы работали и кондуктором. Расскажите, вот как так получилось, что всё-таки музыка взяла вверх? И теперь вы солист государственного хора и не только? Ну, начну с того, что я родился в семье педагогов, музыкантов. Моя мать в своё время закончила музыкальное училище как теоретик. Отец мой, композитор-песенник. И можно так сказать, что музыка в крови у меня с раннего детства. И желание учиться музыке. Была моя инициатива поступить в музыкальную школу. Я её успешно закончил в своё время. Но, как, мне кажется, любой человек подросткового возраста, ищущий себя, хочет попробовать в различных сферах. И, возможно, немного себе неуверенный. Так и я пробовал себя найти в каких-то других сферах. Ну, конечно же, троллейбусное управление – это такая… Экстремальная. Экстремальная, да. А какие ещё были у вас экстремальные виды работы? Пробовал себя… Где себя искали, да? Да, в принципе, поначалу пробовал себя в сфере обслуживания. В троллейбусном парке работал, официантом немножко поработал. В супермаркете «Шериф». Попробовал себя в этой сфере. То есть, куда-нибудь не направлялись, музыка всё равно потом вас вытягивала. Музыка всегда была со мной. И когда вы поняли, что всё, нет, это не то, музыка моя? Ну, вот… Может быть, это был какой-то переломный момент, и вот где-то вы сидели, или работая кондуктором, услышали музыку точно. Я сделаю лучше. Может быть, какая-то ситуация была. Да, расскажите, знаете, всё-таки хочется интересные моменты из жизни. Ну, в принципе, работая уже в супермаркете «Шериф», и изо дня в день по наработанной схеме выполняя одну и ту же работу, пришёл к осознанию того, что я не смогу так жить всю жизнь. Мне хочется какого-то движения, какого-то творческого развития. И всё, и, пожалуйста, пришли и сказали, вот бумага на увольнение, я в государственный хор. Или не сразу хор? Поначалу меня пригласили петь в церкви, в церковный хор. Среди моих приятелей и знакомых есть люди, которые знают о том, что я в своё время музыкальную школу закончил, что, в принципе, неплохо пою. И предложили, вот почему бы не пойти в православную церковь, не попробовать себя. А с Приднестровским государственным хором я ещё был знаком раньше. В 2009 году как-то мне предложила одна из моих преподавательниц из музыкальной школы, вот Дима не хотел бы это попробовать себя в качестве певца, вокалиста. Подойди к Татьяне Васильевне, Твердохлеб, она на тот момент была ректором музыкального училища, да. И я вот попробовал себя немного, но испугался. Вот, хотя очень понравилось. Это она сильно настрога в своём деле. Там объём работы такой, знаете... Что не каждый потянет. Ну, потянул, да? Судя по тому, что сейчас он на конце. Раз ушёл и сомневался, значит, понимал, что не до конца мог потянуть. Сейчас он уже образованный музыкант, он коллега, он преподаватель, это уже совершенно другой человек в музыке, это профессионал. А тогда он был в музыкальной школе и небольшой опыт пения. Наверное, у меня многие случаи такие бывают, что люди приходят с очень хорошими голосами, всё чудесно. Я беру всех на какой-то срок, и человек посидел неделю-две, и ты не настреливаешь, вы были правы, и ушёл. Потому что не надо справляться. Ну, а вы не видите сразу, вот у этого человека великолепное будущее. Если вот он говорит, я хочу уходить, а вы нет, пожалуйста, никогда не оставляйте. Я говорю, что надо сделать для того, чтобы остаться или вернуться. Вот и всё. Следует? Кто-то, да. Да, идут учиться. Надо учиться. Надо свободно, легко читать ноты. А у нас, получается, вот концерт мы готовим, сейчас готовимся, у нас 15 декабря будет концерт, уже хоровой. Это 30 произведений, это вот такая папка, которую надо быстро поднять, из которых какие-то произведения мы восстанавливаем, и то много новеньких, которых никогда не видели, эти произведения. А все остальные новые надо быстро выучить. Выучить так, чтобы душа раскрылась. А это непросто. Непросто там прочитать текст. Душа не сможет раскрыться, когда тна-тна-тна. Да-да-да-да-да. Что это? Вот именно так. Дмитрий, так, расскажите, вот что значит тенор? Или вот какой-то диапазон, как правильно расскажите нам, нашим телезрителям? В принципе... Грустненько, да? Ясно, саморазуемый. Сейчас он перейдет на меня. Мужские голоса по своему диапазону и тембральным характеристикам в принципе делятся на три таких основополагающих группы. Это низкие басы, выше баритоны и самые высокие тенора. То есть у вас самые высокие? Да, самые высокие. Мужской голос. Да, мужской голос. Если говорить о диапазоне для тех, кто разбирается в этом, до ноты, до второй октавы, до ре. Ну, это так, если фальцетом. Продемонстрировать сейчас это возможно? Ну, для этого надо, конечно, подготовиться, распеться. Хорошо, ну а как вы готовитесь к выступлению? Ну, не будем говорить к выступлению, а даже к репетиции. Наверняка же идет какая-то подготовка. Может, какие-то ритуалы есть, может, еще о чем, собственно, хочется узнать, подглядеть. Вот вы нам расскажите. Это только какая-то гимнастика дыхательная. Это распевка. Вот расскажите, да. Нам же интересно. Распевка на разных упражнениях специальных, как всегда. Перед тем, как далеко прыгать, надо размяться. Точно так же голосовые связки должны прийти в тонус, в соответствующее рабочее состояние. Потом есть проблемы у вокалистов. Очень тяжело петь с утра, потому что все спит. Абсолютно. Во сколько уже просыпаешься? Поэтому, вы знаете, все концерты вечерние. То есть вечером все просыпаешь? Я уже не говорю про то, что вокалисты. У нас Виорика репетирует вечером, потому что концерты вечером, и организм должен привыкнуть к тому в течение дня сроку, когда он должен быть готов физически к большой нагрузке. Потому что как вокальная, так и любая творческая работа – это огромная, мало того, что физическая, еще и психологическая нагрузка. Потому что он должен спеть почти 15 или 16 произведений разных авторов, разных стилей, разных языков. Потому что там и украинский, и русский, и молдавский, и латинский. И четыре языка точно, и французский. Наверное, будет. И поэтому, да, потому что это тяжелый случай. Потому что, представляете, каждое произведение надо сменить образ просто. Знаете, снять маску, одеть другую. Это нелегко. С каким языком сложнее всего? Даже сложно сказать. Проще сказать, с каким языком проще. Русский и итальянский. Итальянский? Итальянский, потому что он очень певучий, легко ложится музыка на этот. Да, этот язык очень легко поется. Вообще певучий по своей судьбе. А французский? Французский. Ой, очень много особенностей в произношении. И это надо перенести на музыку. Кого мы еще увидим и услышим на концерте? А в концерте принимают участие как раз солисты госхора. Они все учатся на высшем персональном образовании. Это Маша Лукановская, Кристина Челядник, Денис Буйновский. И все. А, и солистка хора. Она уже выучена давно. Отличный работник культуры. Ольга Ковченко. Я так понимаю, вас лично на сцене не будет, да? Нет, конечно. Вы будете зритель. Я зритель. Да? Вы зритель, либо же за кулисой? Нет, нет. Находитесь как преподаватель? Нет, нет, нет. Строгие ученики. Максимально... Нет, нет, нет. Они артисты, они профессионалы, я им доверяю. Они готовы великолепно. Я же работаю сейчас с ними на репетициях, я знаю, кто как готов. И, знаете, как я несу ответственность за то, что будет на сцене, потому что это профессиональный концерт, афишный концерт, это очень серьезная вещь для музыкантов, любого музыканта. Поэтому он готовится досконально, и там будет все идеально. Конечно же, мы должны отметить эту тему. Сейчас в республике жесткий режим экономии, и дворец республики не отапливается. Вот как проходят ваши репетиции? Как вы согреваетесь? Может, есть какие-то лайфхаки уже, которые вы используете? Либо вы собираетесь все вместе и начинаете петь. Знаете, как нам отчасти повезло, в наших репетиционных комнатах температура поддерживается не ниже 18 градусов разными способами. Но мы экономим, конечно, все. Везде вокруг, где не выйдешь, везде холодно. А зал оказался очень интересным. Мы переживали, мы начали репетировать уже в зале потихонечку, что мы там вообще не сможем. Но зал-то и не отапливался особенно. Кондиционеры отапливали, и батареи только на сцене, в глубине сцены. И мы так вспомнили, что в прошлом году, когда мы готовили концерт, там было точно так же холодно, как и сейчас. В принципе, все реально. Выступать холодно или все-таки уже все это теряется? Я думаю, что большая проблема будет для зрителей, к сожалению. Надо будет одеться. Не надо будет раздеваться. Не сдавать вещи в гардероб. Да, вещи. Ну, иногда у нас и в добрые времена вещи не все сдают в гардероб. Или все-таки музыка греет? Я думаю, что, во-первых, публика сама себя согреет. Это точно. Ну, софиты подогреют чуть-чуть немножко. И атмосфера. Итак, когда... Никто не простудится. Концерт будет емкий. Мы не будем его растягивать на 20,5 часа. Мы можем и 20,5 часа петь. Но это будет час 20, час 30. Вот как обычно нон-стоп. Ну, а если будут просить на бис? Конечно. Хорошо. Дело святое. Когда приходить и куда еще раз напомню. Конечно. Значит, концерт состоится у нас в четверг, 24 ноября. У нас такой концертный день. Это четверг, 18.00, Дворец Республики, Большой зал. Всех приглашаем. Обязательно приходите. Обязательно. Послушайте. Вот солиста Дмитрия Дорошенко. Тянтверда Хлеб нам сегодня рассказала о том, что это будет. Это будет замечательно. Это будет интересно. Душевно. Да, душевно. И даже если будет холодно, вот музыка в любом случае согреет. Да. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Увидимся на концерт. Спасибо. Совсем скоро будем отмечать день рождения Рыбницы. Это случится в понедельник. Исполняется 394 года. С чем мы заранее... Ну ладно, заранее можно поздравлять или нельзя. А мы поздравим. Ну и в понедельник тоже поздравим. Почему бы и нет. Да. Будет отмечать Рыбница два дня. Субботу и воскресенье. Основной день, конечно же, воскресенье. Будут ярмарки, выставки, мастер-классы, хороводы, песни, танцы, гуляния. Все, как мы любим. Все, да. Будем согреваться, да, в танцы. В наших стандартных праздничных веселых традициях. Да, и в два часа дня будут награждать еще жителей города. А вечером концерт. Местные будут и приглашенные артисты. Так что следите за афишами, все расскажем. А следом дискотека вечером, да, как мы это любим. Авария. Салюта в этом году не будет, и так как режим экономии. В понедельник часть сел Рыбницкого, Григориопольского, Каменского, Дубосарского районов отмечают храмовые праздники. Там на самом деле список вот такой. И что хочется отметить, ну из-за того, что это понедельник, многие празднования перенесли на выходной день, на воскресенье. Вот, к примеру, парканы в воскресенье тоже будут отмечать. Кто там будет выступать? Там будет выступать и дарить всем радость Евгения Аврамова. Ну, на самом деле, там много артистов, но вот и среди. Один из них, да, Евгений Аврамов, главный болельщик Первого Пренестровского телеканала, футбольного клуба. Да и Первого Пренестровского телеканала, я думаю, тоже. Да, нашего любимого барабанщика, тот человек, который сочиняет стихи. Ну и, конечно, напоминаю, что авангард ТВПМР сегодня будет бороться за третье место, за бронзу, будет сражаться против Вольты. Ну и еще сегодня Первый Пренестровский покажет финал Амалиги. Амалиги, да. Амалиги, это будет очень круто. Гетер Мал против Виктории. И кто получит титул чемпиона и звание лучшей футбольной команды, мы узнаем сегодня вечером. Лайв студия в 21.15. Ну а трансляция в 21.30. Не пропустите интересные комментарии, интересные комментирования. В том числе, конечно же, обязательно смотрим. Так, ну и что еще хотим отметить? На этот уикенд Первый Пренестровский подготовил много всего интересного, до чего только стоит фильм про наших археологов. Виктор Бережный, корреспондент Первого Пренестровского, целый фильм подготовил о том, как ведутся раскопки, исследования, какие интересные находки наши археологи находят непосредственно у нас под ногами. Да, фильм называется «Археология 2022. В разведку на тысячу лет назад». Да, в это воскресенье состоится премьера 21.00 после итоговой программы КЭП. Ну и, конечно же, хотим показать вам, что еще подготовил на этот уикенд Первый Пренестровский. Сюрпризов много, поэтому оставайтесь с нами. Далее обзор. В 10.40 комедия от Марии Кравченко. Забыть о роскошной жизни в Лондоне и начать жизнь с чистого листа. Вот что предстоит главной героине. Жизнь Альбины меняется в один миг. Провинциальный городок, кирзовые сапоги и пустой кошелек. Новая реальность девушки. Завод – единственное, что осталось после сбежавшего мужа. Правда, он на грани банкротства. А местные жители совсем не рады приезду высокомерной экс-миллионерши. Неожиданные проблемы, интриги и юмор. Сериал «Жена олигарха» захватывает. В меню первого Приднестровского новый выпуск кулинарного шоу. Похлебка по-архангельски, запеченная рыба по-московски и знаменитая гурьевская каша. Вкусно по ГОСТу. Об истории советской кухни прямо на вашем экране. Сегодня в 11.40. В полдень переместимся в турецкий Стамбул. Сериал «Повсюду ты» – история о двух противоположностях. Он предприимчивый и амбициозный. Она жизнерадостная и любознательная. Темпераменты тоже разные. Кажется, им не суждено встретиться, но недобросовестный риэлтор решает иначе. На крючок к мошеннику попадают сразу оба и снимают один и тот же дом. Недоразумения, ссоры, любовь и расставание – здесь все. А еще сегодня ждет встреча с Патриком Джейном. Время 16.50. Психолог-практик и манипулятор, когда кто-то притворяется экстрасенсом. Сейчас он с легкостью раскрывает самые запутанные преступления. Что происходит? Действует. Работает. Меня убила жена. Месть кровавому Джону – главная цель менталиста. Вместе со своей напарницей пытается поймать серийного убийцу. Острая наблюдательность, блестящий ум и необыкновенное чутье. Все, что нужно для любителей детективов. В 19.40 покорим западные склоны Эльбруса, труднопроходимые дороги, старинные селения, расщелины и серпантины. Все это ждет блогера и путешественника Михаила Ронкайнина. Россия – вне зоны доступа. Тревел-проект с адреналином, экстримом и сложными маршрутами. Все места тщательно скрыты от туристов и посторонних глаз. Путешествие туда – всегда незабываемое приключение. Ключевые события, факты, истории и мнения. В 20.30 КЭП подробно, понятно и достоверно. Не пропустите. Затем смотрим жаркий финал Амалиги. Но прежде футбольная онлайн-студия. Обсудим чемпионат и самый важный его матч. Интересные комментарии, факты и прогнозы. Сегодня в 21.15. Финалисты Амалиги – Виктория Геотермал. Настоящая борьба за кубок сезона и путевку в Лигу чемпионов. Сока команды уже встречались в этом году. Но сегодня решится, кто станет чемпионом. Эмоции на пределе. Стартуем в 21.30. Субботнее утро по праву достается нашим юным телезрителям. Маленькие человечки живут в приборах и механизмах. И рассказывают, как устроен мир. Фиксики смотрим в 8.00. Последняя часть трилогии о кольце всевластия в 13.55. Время спасения всего Средиземья выпадает на две крохотные фигуры – хоббитов. Они уже приближаются к роковой горе. Люди, гномы и эльфы. Им всем предстоят тяжкие испытания. 20.00 – время специального разговора. Международные отношения, политика и газовый кризис. На вопросы отвечает министр иностранных дел Виталий Игнатьев. Разговор об актуальном не пропустите. Затем зритель первого попадет в мир тайн, легенд и мифов вместе с командой обновления. У вас вопросы очень непростые. Зато обсуждение у вас великолепное. Кто сказал, что будет легко? В новом выпуске участники двух предыдущих сезонов вновь пробуют свои силы. Может, это они – первые, кто наконец обыграет первый Приднестровский? Узнаем все в 20.45. В 10 утра в воскресенье традиционно говорим о здоровье. Тема нового выпуска «Здравствуйте! Эндоскопия в урологии». Кто работает в урологическом отделении? Репортаж из операционной и личная история пациента. Подробно и понятно. История о невероятных приключениях Маугли по дороге в деревню к людям. Книга «Джунгли» – яркий и интересный дикий мир со своими законами. Непримиримая борьба с Шерханом заставляет мальчика покинуть джунгли вместе со своими друзьями. Что их ждет, узнаем в 10.55. Важные события, аналитика, экспертное мнение и неоспоримые факты. Это программа КЭБ «Итоги». Что повлияло на жизнь страны и чего ждать в будущем, расскажем в 20.00. Сразу после премьера на первом. Открыть портал в прошлое и заглянуть на тысячу лет назад. Как это сделать, знают наши археологи. А еще в Приднестровье новый археологический тренд. Каждый сезон – новая антропоморфная стела. Две нашли в прошлом году. Их возраст – 5000 лет, старше египетских пирамид. Это, собственно, изображение Верховного Божества. Скорее всего, его оружие – это обычно булава или каменный топор. Графический дизайн, ювелирная точность, сложные программы для дизайна. Археологический сезон 2022. В разведку на тысячи лет назад. Премьера в воскресенье в 21.00. Не пропустите. Наш эфир продолжается. Мы напоминаем, что у нас в стране режим чрезвычайного положения в экономике. Не хватает газа и света. Молдова в нашей стране сократила поставки почти вдвое. И, конечно же, это отражается на промышленности. Сократили свою деятельность многие предприятия. Некоторые вовсе перестали работать. Мы говорим сейчас об ММЗ, кирпичном заводе, Тиротекс и другие-другие большие гиганты нашей промышленности. Итак, хочется, конечно же, еще раз напомнить, что первым делом тепло дали в дома. Тепло для людей, больницы, детские дома, школы, детские сады и так далее. И в этом режиме экономии мы уже несколько недель, так скажем, живем. И наверняка, Влад, если ты не чувствуешь, я точно чувствую, что мои привычки… Скажи, что я бесчувственный человек. Нет, я к тому, что я заметила, что мои привычки действительно изменились. И вот теперь я всегда стараюсь выключать свет. То есть если я на это раньше не обращала внимания, то сейчас действительно я так прохожу из комнаты в комнату. Буквально там секунда. Нет, я выключу свет, потому что понимаю, что вот такая хоть небольшая экономия, но она все же помогает сократить потребление электроэнергии. Согласен с тобой. То есть не всегда бывает, что ты вышел из комнаты в другую комнату и сразу выключаешь, а у тебя загорается твоя лампочка. Ага, вернулся, выключил. Ну, должна быть экономия в быту. Следим за энергией, выходим из квартир, все выключаем. И речь не о холодильниках, конечно же. Нужно выключать из розеток, вытаскивать все зарядки, зарядные устройства, что вы заряжаете, там, планшеты, пауэрбэнки. Ну и, конечно же, компьютер, если у вас тоже есть, если он у вас в спящем режиме, то желательно выключать его полностью, потому как он тоже потребляет электроэнергию. Ну, об этом мы уже много говорили, но еще раз напомним. Лампы накаливания меняем на экономные. Так, на 25% экономится электроэнергия. Вот действительно, и еще такой вот простой, максимально простой совет. Протирать лампы, торшеры. И вот, по сути, это пыль, которую можно протереть и станет светлее намного, чем было до этого. Если не обращали на внимание, то сейчас, вот прямо сейчас, друзья, посмотрите на ваши какие-то люстры, торшеры, светильники. Итак, так, ой, там вот такой же слой пыли, оно протерли. Да, займитесь и уборкой, замечательное время, чтобы... Совет, да, ну вот ближе к выходным. Я думаю, что многие девушки как раз этим и займутся. Ну, может, мужья тоже присоединятся и как раз таки... Так все так и делают, никто на диванах не лежит. Да? Да, это мифы, мифы. Да, вот сейчас интересно посмотреть, так ли это. Хорошо. Ну, экономят везде, и животных это тоже коснулось. В столичном зоопарке рассказали, вот как обитатели живут в режиме экономии. Давайте посмотрим. Милая парочка сурикатов в причудливых позах греются под солнцем искусственным. Спячку не впадают. В их среде обитания Африки всегда тепло. Эта специальная лампа нагревается до 38 градусов. Обычно работает весь день, но сейчас всего 3-4 часа. Экономия. Сурикатам нужно много солнца, то есть очень много тепла. Если есть тепло, они чувствуют себя комфортно и не болеют. Это в первую очередь. Тем более вот у нас самка недавно родила, как недавно, почти два месяца назад. Малыши вот скоро переедут. Кстати, малышей сюда мы до сих пор не перевели, тоже из-за экономии света. Потому что у нас в питомнике сейчас тоже нет отопления. Мы их греем камином. Столичный контактный зоопарк. Животные уже переодеваются в зимние шубки, меняют окрас, запасаются и утепляют свои домики. А вот те, кто за свою фигуру не беспокоится совершенно, они сейчас набирают веси и запасаются едой. А согревают себя вот такими мохнатыми шубками, которые уже поменяли. Ежики по своей натуре много спят. Зимой уходят в спячку, шиншиллы тоже малоактивны. Не спят только те самочки, которые родились. Вот у нас недавно родилось три малыша. Самка малышей, мама, не спит вообще. Только вот пока малыши спят под ней, тогда она спит. Они едят меньше, намного меньше. То есть если им одной тарелочки хватало на весь день, сейчас им хватает на два-два с половиной дня. Из-за экономии света рептилиям тяжело. Тепло и ультрафиолет одновременно нужны круглые сутки. Приходится включать по очереди. Ага, мы к зиме готовы, кожу сбросили. Периодически выключаем ночью. А сейчас у них три часа в день. Потом мы на ночь включаем и потом утром выключаем. Вот так периодически. Вот им нужна температура 32 градуса. Всегда, то есть на постоянной основе должна быть 32 градуса. У нас, к сожалению, сейчас не получается. Вот поменяли лампы. Вот у нас был обогрев, как для цыплят такой, который мощный обогрев. Сейчас у них эконом-лампа. Десятикилограммовая красавица питон Дайнезис. С виду страшная, но очень нежная. Ее слабость, волосы и теплые объятия. Змеи не могут привыкнуть к рукам. То есть они не запоминают хозяина. Они просто запоминают тактильность. Со змеями проще. Зимой на два месяца впадают в спячку. Не едят и не пьют. Для обогрева специальный коврик. Но такое удовольствие приходится делить. Это для них очень плохо, но хорошо тем, что змеи у нас переходят на зимний период. То есть они уходят в спячку на зиму. Мы их должны отсадить на два месяца одну змею и на два месяца другую. То есть пока они в спячке, им должно быть холодно. Животные в контактном зоопарке хоть и переходят на зимний режим, но всегда ждут посетителей. С 10 утра до 8 вечера ежедневно. Если у нас в гостях Наталья Донсу, значит мы узнаем о здоровье абсолютно все. Все. Доброе утро. Доброе утро, друзья. Минутка полезной информации. А то и 10 минут полезной информации. Итак, сегодня у нас очень важная тема. Есть вопрос от подписчиков. Предлагаю послушать и на него, собственно, ответить. Беременность, токсикоз с первого дня. Ничего не могу есть. Как это может навредить моему ребенку? И навредит ли вообще? Расскажите подробно. Да, действительно, состояние здоровья будущего ребенка во многом и напрямую зависит от образа жизни мамы и от ее питания. По большому счету, мама для своего ребенка – это столовая, ресторан. И мама обеспечивает ребенка всем необходимым строительным материалом для того, чтобы строилась гормональная система, мышцы, скелет ребенка, иммунная система ребенка. И, конечно же, мама должна быть наполнена всеми необходимыми витаминами и микроэлементами. К сожалению, дети рождаются сейчас не с идеальным здоровьем. Да, они рождаются красивые. У них две ручки, две ножки, все пальчики у них на месте. Но состояние здоровья мы оцениваем намного позже. То есть, когда у ребеночка уже появляется, допустим, какая-то непроходящая аллергия или какой-то там аллергический дерматит или постоянные кишечные колики у ребеночка. Или, допустим, зубки выходят первые, и они уже порченные, они уже плохие. Или, допустим, ребенок часто начинает болеть. То есть, состояние здоровья ребенка во многом зависит от того, получил ли он достаточное количество витаминов, минералов от своей мамы. Поэтому к беременности, конечно же, нужно готовиться. В первую очередь, всегда призываю беременную женщину сделать перед беременностью так называемый чекап. То есть, дать абсолютно все анализы. Посмотреть, нет ли у нее каких-либо дефицитов. Если у женщины дефицит по железу, а железо переносит кислород, и это кислород для роста и развития нашего ребенка. То есть, если мы хотим умного, красивого ребенка, он не должен расти в состоянии гипоксии. Что такое гипоксия? Это когда вот удавка на шее и не хватает воздуха, то есть кислородное голодание. Конечно, о правильном росте и развитии речь не идет. Возместить дефицит витаминов группы В. Все знают, фолиевую кислоту нужно пить перед беременностью. Фолиевая кислота, она дает правильное развитие нервной трубки плода. То есть, чтобы нервная система, головной мозг правильно формировался. Да и к тому же, все витамины группы В, это такие мозговые витамины. Возместить дефицит йода. Мы с вами живем в йододефицитном районе. И если женщина беременеет с дефицитом йода, то жесткий дефицит, это называется кретинизм у ребенка. То есть, умственная отсталость. По сути, достаточное количество йода – это IQ нашего будущего ребенка. То есть, его интеллект, его память, его внимание. Обязательно проверить, достаточно ли в организме женщины витамина Д и витамина А. Потому что витамин Д – это иммунная система ребенка. А витамин Д и А – это образование сурфактантов легких. То есть, это такой жир, ребеночек, когда рождается, легкие расправляются. И здоровье бронхолегочной системы, то есть, будет, допустим, он заболевать какими-то вирусными бактериальными инфекциями, зависит от наличия вот этой жировой пленки сурфактанта. Да и к тому же, дефицит витамина Д – это не усвоение кальция, а кальций нашему будущему ребенку. Ой, как нужен! Потому что в определенные недели идет закладка зубов, идет закладка скелета. И если в это время женщина проседает по кальцию в своем организме, то, естественно, закладка нарушается, и потом у ребенка появляются определенные нарушения с возрастом. И самое главное – проверить, а достаточно ли у женщины белка в организме. То есть, все банально. Сдается анализ крови на содержание белка. Ну а если говорить о времени, за какой период до планирования нужно готовиться? Да, как правило, 4-6 месяцев необходимо женщине для того, чтобы восполнить все необходимые дефициты и для того, чтобы скорректировать полностью работу щитовидной железы. Там, допустим, избавиться от какой-то хронической бактериальной инфекции, скорректировать работу желудочно-кишечного тракта. Поэтому подготовка должна быть заранее. Я всегда на своих приемах вижу женщин, которые уже приходят с какими-то осложнениями. То есть, допустим, пришла женщина с токсикозом. Почему-то к гастрологу принято отправлять женщин, которых мучает токсикоз беременности. Что такое токсикоз? Дело в том, что до 12 недели у женщин еще не сформирована плацента. И растущий ребенок, у него же есть все обменные процессы, и он тоже выделяет продукты обмена. Так вот, эти продукты обмена поступают напрямую в кровь мамы. И если у мамы плохо работает система детоксикации, то есть система выведения токсинов из ее организма, то женщина находится в интоксикации. А интоксикация как раз и проявляется. Это тот же самый токсикоз. То есть рвота, тошнота, невозможно есть белковую еду, там мясо, рыбу, яйца. Почему? Потому что белковая еда, она распадается с образованием аммиака. То есть еще больше усиливается интоксикация. Вот этот процесс детоксикации, выведения токсинов, зависит от правильной работы желчного пузыря, от правильной работы печени и кишечника. Поэтому перед беременностью нужно наладить желчный отток, нужно наладить здоровье кишечника, то есть чтобы было регулярное поражение, чтобы не было никаких вздутий, дискомфортов у женщины. А самое главное, нужно наладить дефициты, потому что вот эта биохимия, биохимическая реакция, которая заводит выведение токсинов, она полностью основана на железе, на витаминах группы В и на белках, на аминокислотах. Поэтому если женщина находится в дефиците, ну, к сожалению, тогда и она будет мучиться от токсикоза. А токсикоз чем плох? Женщина не может есть. То есть ребенку нашему, что она может есть во время токсикоза? Соки, допустим, какие-то, фруктики, бананчики, то есть такую углеводную, сладенькую еду, которая не будет усиливать ее интоксикацию. То есть ребенку нашему нужен качественный, полезный белок для того, чтобы он рос и развивался правильно. А правда ли, что во время беременности у женщины организм сам подскажет, что ей нужно? Либо это все капризы, допустим. Хочу побритый киви, либо же какой-то другой продукт. А хочу арбуз, но своруй его, пожалуйста. Либо же это организм хочет недостаток какого-то витамина, либо же это просто капризы. Да, вот именно это недостаток какого-то витамина. То есть женщина хочет мел, потому что у нее острый дефицит железа. Она не подготовилась к беременности. Если женщина среди ночи хочет, допустим, мороженое вместе с селедкой, то есть у нее недостаток витамина Д. То есть ей нужно срочно этот витамин. Поэтому к беременности нужно готовиться. Беременная женщина не должна есть то, что вот я хочу. Это недопустимо. Потому что если, допустим, беременная женщина среди ночи ест кусок торта и запивает его сладкой газировкой, стоит понимать, что она вызывает дисбактериоз в своем кишечнике, потому что сладкая – это питательная среда для роста патогенной микрофлоры, для роста грибов. И этим же она вызывает дисбактериоз в кишечнике своего ребенка. Плюс, когда наш ребенок проходит по родовым путям, он полностью берет всю микрофлору, которая находится в родовых путях матери. И если там растут грибы, если там полный дисбактериоз, то, соответственно, кишечник ребенка населяется этими бактериями. Потому что все зависит от родовых путей матери, от того, что он возьмет какую микрофлору с кожи матери, потому что ребеночка кладут на маму. И то, что первое попадает в желудочно-кишечный тракт ребенка, молозива и содержимое родовых путей, то всю жизнь и растет. И потом, сколько ни пеете пробиотики, это все уже не наладит тот дисбактериоз, с которым ребенок родился. Почему потом вечные колики у ребенка? Почему непроходящие аллергии? Почему ребенок часто болеет? Ведь на самом деле дефицитные мамы, они рожают дефицитных детей. И многие мамы приходят и не понимают, не понимают, откуда у моего ребенка, доктор, дефицит железа. Он же только родился, я же его кормлю правильно. Да потому что ты сама не подготовилась к беременности, ты отдала ему половину своего железа, он ее израсходовал на рост и развитие, и все, и у него нет никаких запасов. Кроме того, беременная женщина вот этими дефицитными состояниями, она не только вредит ребенку, то есть не додает ему весь строительный материал для его роста и развития, она себе вредит. Кроме токсикоза, вечные отеки у беременных. Почему они возникают? Все банально, недостаток белка в организме женщины. То есть когда нет белка, лимфа пропотевает, и женщина начинает отекать, а это еще лишние килограммы, ей тяжело ходить, ей не хочется ничего есть. Из-за дефицита железа родовая слабость. Почему женщина не может нормально собраться всеми силами и родить? Потому что нет железа, нет энергии. И даже после родовая депрессия основа, дефицит железа. У женщины сил нет, у нее нет энергии, и у нее в отсутствии кислорода, железо переносит кислород, не происходит производство вот этих гормонов радости и счастья. И поэтому для женщины это не радость. Плюс ко всему, кроме того, что она отдала ребенку все железо, она еще во время родов, у нее кровопотеря случилась. Поэтому вот эти послеродовые депрессии, их прекрасно можно предупредить, если женщина подготовится к родам, и в течение беременности будет правильно себя кормить и соблюдать параметры своих дефицитов. Звучит не просто как рекомендация от вас, а как приказ, что это нужно четко выполнять и делать. Ну, нам же нужны здоровые дети, правильно? Нам же, мы беременеем, допустим, один, ну, два раза за всю жизнь. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу основательно, осознанно, понимая, что мы ответственны за здоровье наших будущих детей. И не надо просто вот так вот взяла, забеременела, ну, потом мучаюсь токсикозом, ну, потом ребенок болеет всю жизнь. Все в наших руках. Мы можем себя оздоровить, и мы можем родить здорового ребенка, который будет полезен не только своей семье, но и обществу. Сзади не хватает, Наталья, плакат. Президействует. Да. Хорошо, ну, токсикоз – это ненормально. Ну, а чем питаться вот в этот период, чтобы вообще его не было, и вот на двоих это так-то не отразилось? Питание беременной женщины в первую очередь должно включать все виды белка. Это строительный материал для ребенка. В первую очередь источник гемового железа, то есть красное мясо, печень, там, печеночные паштеты, субпродукты, к примеру, отварной язык являются источником железа, которое лучше всего усваивается. Потому что мы железо берем не из гранатового сока и не из яблочек, мы берем четко из красного мяса. А гречка? Гречка – это источник растительного железа, тоже должно присутствовать, но то железо, из которого строятся ферменты, гормоны и иммунные клетки ребенка, это только из красного мяса. Поэтому забываем про все диеты, забываем про все вегетарианские стили питания, про все посты. Беременная женщина должна питаться полноценно. Творог обязательно должен присутствовать у женщины, потому что это источник кальция, бренза, сыры, кальций нужен для растущего ребенка. Печень трески должна обязательно присутствовать, потому что это источник витамина Д. Желтки от яиц – это источник витамина D. Жирная рыба должна обязательно быть у женщины. И источник омега-3, и витамина D, и витамина А. Обязательно полезные углеводы должны быть. То есть в виде круп, в виде картофеля, в виде чечевицы, допустим. Овощи. Благо у нас в Приднестровье – это просто район, богатый овощами. И цветная капуста, и брокколи, и сладкий перец, и кабачки. У нас есть практически все. Фрукты должны быть обязательно. То есть тарелка беременной женщины должна складываться всегда одинаково. Белок – мясо, рыба, яйца, творог. Гарнир – гречка, картофель, там, допустим, чечевица. И овощи. Салаты, запеченные овощи. И на десерт съела фрукт. Недопустимо беременной женщине питаться постоянно. То есть есть беременные женщины, которые просто непрерывно едят. Потому что так хочет ребенок. Это не хочет ребенок. Это ваш разбалансированный углеводный обмен, который постоянно требует… Это ваше нарушенное пищевое поведение. На самом деле ребенок изнутри подпирает поджелудочную железу. Плюс вы ее перегружаете частыми приемами пищи. И потом нарушается углеводный обмен. Потом поджелудочная воспаляется. В принципе, все это вижу на своих приемах. Беременная женщина должна накормить себя качественно. То есть она должна не съесть то, что я хочу, а то, что нужно моему ребенку для роста и правильного развития. Поэтому к этому нужно просто относиться осознанно и понимать. Если ты сейчас растишь ребенка у себя внутри, значит ты должна питать себя правильно. Ну а теперь поговорим о том, что нельзя категорически. Есть же такой список продуктов для беременных. Конечно. Для беременной женщины недопустимо есть большое количество сладкой еды. Потому что дисбактериоз свой, дисбактериоз у ребенка. Плюс, когда беременная женщина поправляется на сладкой еде, это ожирение у ребенка с возрастом возникшее. То есть она вот этот нарушенный углеводный обмен передает и своему ребенку. И пищевые предпочтения у ребенка потом сформируются именно такие, как у мамы во время беременности. Плюс, женщина, когда разъедается, это гестационный сахарный диабет. То есть у нее нарушается углеводный обмен, и это риск развития сахарного диабета у ее ребенка. Что недопустимо для беременной женщины? Ну, конечно же, это алкоголь. И не нужно думать, что есть какие-то безопасные дозы алкоголя. Нет, для беременной женщины нет никаких безопасных доз. Питание должно быть безопасным. Вы меня простите, когда ко мне на прием приходит беременная женщина с острым аскоридозом, то есть это паразиты, она поела ливерную колбасу, кровянку, недостаточно термически обработанная, подцепила аскорид, ее обсыпало, живот болит, диарея, и пришла на прием. Чем я тебя смогу лечить? Я же не смогу тебя лечить токсичными препаратами для твоего ребенка. Поэтому в первую очередь безопасный должен быть рацион. Никакой кровяной колбасы, никакой сырой рыбы, никакого недожаренного там мяса с кровью, допустим. Никаких сырых яиц мы не едим. Мы не пьем парное молоко из-под коровы, потому что это все источник либо сальмонеллеза, либо каких-то бактерий, либо паразитоза. А беременную женщину чем меньше пичкаешь лекарственными средствами, тем лучше. Поэтому, конечно же, когда выхода нет, естественно, мы применяем химию, мы лечим беременную женщину. Но тоже нужно подумать о последствиях. Но если возвращаться к нашему вопросу, все-таки навредить можно. Конечно. И предупредить это тоже можно. Давайте подведем итог. Да. Токсикоз в любом случае это отсутствие нормального питания у беременной женщины, ну и плюс нарушенное качество жизни, ходить с тошнотой и рвотой не очень-то комфортно. И токсикоз развивается из-за неподготовленности систем детоксикации. То есть печень, дефицитные состояния, состояние кишечника. Поэтому к любой беременности мы готовимся, проводим чекап и налаживаем все свои дефициты и восстанавливаем все, что нарушено в организме женщины для того, чтобы родился здоровый малыш. Это самое главное. Безумно много информации. Мне кажется, эту беседу просто нужно сохранять, скачивать и потом во время беременности прослушивать. Да не во время, до подготовки. Ну что, мы вас благодарим. Отмечаем. У нас сегодня в гостях была доктор Наталья Донс. Говорили мы о подготовке к беременности, что нужно есть, как себя готовить к этому важному событию. Спасибо большое. Увидимся на следующей неделе. В Приднестровье ЧП в экономике. Молдова ГАЗ ограничивает поставки газа в Приднестровье. Режим жесткой экономии. Дефицит газа. ММЗ и РЦК не работают. Приоритет люди. Газ для тепла. Молдавская ГРЭС. Свет на внутренний рынок. ЧП в экономике до 1 декабря. Граждане, экономьте свет и газ. Так, ну а мы продолжаем наш эфир. И хочется сказать, что праздник к нам приходит. Ходится и до Нового года еще очень много времени. Ну, казалось бы, но уже вся республика постепенно готовится. И новогодние елки уже начинают украшать. Украшать. И хочется отметить, где. Вот Рыбница наша первая решила, так скажем, подготовиться к Новому году. Мне кажется, каждый год, мне кажется, соревнуются города, кто впервые. Да. В Бендерах тоже начали устанавливать елку. Совсем скоро ее тоже установят. Она будет каркасная. И дубосары тоже присоединились. И так вот постепенно все населенные пункты нашей республики постепенно так будут готовиться к Новому году. И вот в столице, к примеру, тоже уже начали украшать. Пока не елку, но, в общем-то, будет все очень красиво. Об этом мы все покажем и расскажем. Это все показывает то, что Новый год приближается. Новый год это что, Татьяна, Танечка, что Новый год? Это подарки. Спасибо за ответ, Таня. Ты мне хочешь подарить, я знаю об этом. Конечно же, конечно же. Но это будет на Новый год. Но совсем скоро стартует Черная пятница. Она обычно стартует 25-26 ноября. Но некоторые решили дарить подарочки, делать скидки уже сейчас. Да, это Хай-Тек, Пиаца Италия, Милана. Уже раздают скидки, уже раздают подарки. А вот какие узнаем в нашем следующем сюжете. Так, я выбираю платье. Я выбираю... Приходи туда и выберешь все, что захочешь. Хорошо. Черная пятница. Распродажи и сумасшедшие скидки. Утро начинается с приятных новостей. С вами Хай-Тек Ньюз. И сегодня поговорим, сколько и на чем вы сможете сэкономить. Сегодня начинается горячая пора скидок. От 10 до 50 процентов. Всего 10 дней приятных цен. Обеспечит вкусный ужин и сэкономит время. Гриль от Тефаль. Здесь есть 6 автоматических программ от сэндвичей до мяса. Также есть разморозка. У гриля есть 2 съемные пластины для мяса и вафель. Сам определяет толщину продукта и подбирает нужную температуру. А все, что от вас нужно, это выбор блюда. Миксер или блендер. Кто откажется от помощников на кухне? Крем-суп, соусы, коктейли, смузи, напитки на ваш вкус. Скидки на блендеры от 10 до 30 процентов. Есть стеклянные чаши и пластмассовые. Также во время работы можно добавлять ингредиенты с помощью вот такой вот крышечки. Помимо функции взбивания, есть перемешивание. Выбор за вами. Вместо громоздкой гладильной доски удобный и многофункциональный отпариватель фирмы Tefal. Здесь одна кнопка, это включение и два режима подачи пара, в зависимости от типа ткани. Также можно с его помощью освежить любую мягкую мебель. Есть и мини-версия для поездок. Быстро складывается, это очень удобно и просто. Благодаря им вы сможете спокойно заниматься своими делами, пока за вас делают работу. С помощью специальной щетки он не только устраняет пыль, но и моет полы. Есть специальные камеры, чтобы определять забытые предметы. И автоматически он посылает вам сообщения на телефон. Уже с витрины ясно в магазине скидки. Это черная пятница. Вечный вопрос, что же надеть? Горячие скидки и на стильную одежду в сети магазинов Piazza Italia сток от 10 до 70%. Мужская и женская одежда, обувь и бижутерия – все по приятной цене. Каждое дополнение к образу сделает вас элегантным и незабываемым. Придайте стилю яркости и блеск. В магазине итальянской одежды Milano Boutique черная пятница продлится до 27 ноября. А на новую коллекцию скидки 10%. Кстати, все товары есть на сайте хай-тек-маркет. От носков до диванов. Скидки на все. Доставка по всей республике. Пятница – день просто неимоверно замечательный. Почему? Потому что пятница. И значит, гороскоп у нас будет такой же замечательный, как и сегодняшний день. Ну, так это или нет, узнаем прямо сейчас. Я уверен в этом. Итак, Овный день будет благоприятным, если вы не будете отступать от омеченных целей. И доводите все дела до конца, ничего не боясь. Вперед к победе. Ура! Это сегодня как раз-таки можно отнести к нашему авангарду. Потому что игра сегодня вечером. И, конечно, наверняка у нас там есть овны, которые будут побеждать. Идти к цели своей. Целец. Целец. Это прекрасный день для важных дискуссий с партнерами и близкими друзьями. Потому что люди готовы к сотрудничеству. Наконец-то. И готовы подзариться своей информацией. Все хотят одного и того же результата. Поэтому все на одной волне. Близнецы. Это позитивный рабочий день для вас. Потому что вы оптимистичны и позитивны. В частности, это отличный день для работы с группами. Встречи будут проходить хорошо, потому что идеи будут основываться друг на друге. Результаты порадуют вас. Мне это нравится. Все хорошо. Рак. Это веселый, игривый день. Принимайте приглашение на вечеринку. Наслаждайтесь весельем и времяпрепровождением с детьми. Вы будете продуктивно и уверенно раскрывать свои художественные таланты. Встречайтесь с друзьями, чтобы весело провести время. На очереди у нас львы. И что для них? Существует вероятность улучшения вашего финансового положения. Хоть и на непродолжительное время. То есть сразу все потратите. Но благо есть что тратить. Черная пятница. Мы же помним. Позаботьтесь о своем здоровье. Соблюдайте режим дня. Это правильно. Так, Дева, это отличный день для короткой поездки, потому что вы хотите сделать что-то, чтобы расширить свой мир. Вы чувствуете себя бодро, позитивно, уверенно. Это также хороший день, чтобы узнать что-то новое. Отличный день. Но если вы отправляетесь в поездку, то если по республике, к примеру, ну, посмотрите погоду. Ну, кстати, мы о ней чуть позже расскажем. Нет плохой погоды. Просто оденься, значит, потеплее вперед. Согласна. Вот правильно. Вот хорошо. Спасибо. Идем дальше. Ну, пора бы, да. Звезды сулят вам удачу на любовном поприще. Вы можете получить неожиданное предложение от своей второй половинки. Вы будете очень довольны всем происходящим. Это хорошо. Скорпионы. Ситуация может потребовать от скорпиона проявиться и профессиональные навыки в полном объеме. Речь может идти о внештепной ситуации, об оврале в делах, об устройстве на работу, об экзамене или еще о чем-то таком вот экстреме. Экстремальным для вас. Но мы-то знаем, кто, если не вы. Вы справитесь со всем. Иу, стрийцы. Эксперты советуют вам прислушиваться к своей интуиции и обращать внимание на знаки судьбы. И вселенная будет на вашей стороне и поможет вам в решении любых проблем. То есть и интуиция поможет, и вселенная поможет. Все помогут. И звезды помогут. Звезды помогут нам. Мне кажется, да. Хорошо. Поехали дальше. Так, двигаемся дальше. На очереди у нас к Козероге. Завтра, точнее сегодня, вы можете реализовать все свои планы, даже самые смелые. Ну, завтра, мне кажется, тоже. Главное, чтобы ничего не боялись и смело шли вперед. Помните, вы победитель по жизни. Знаешь, что такая мотивация. Вот уже вижу тренера. Ты победитель по жизни. Ты только вперед. Только. Да, ну вот что-то из разряда этого. Водолей, перед вами могут открыться новые двери, вход в которые позволит вам стать успешнее, богаче, получить новый статус. Ваше финансовое положение значительно улучшится. Отлично. Отлично, гороскоп. Так, ну и рыбы, ваша очередь, пришла. Звезды гороскопа советуют рыбам заняться тем, что будет получаться у них лучше всего. Внимание, просто жить и радоваться жизни. Вот такой совет сегодня от звезд. Ну вот он, гороскоп завершился. На самом деле, мне он нравится. Еще бы тебе не нравилось. Звезды постарались, действительно, подготовили на эту пятницу максимально легкий, продуктивный день. Но следовать ему или нет, решается, друзья, только вам. Ну а мы еще раз напоминаем 10-й, 100-й, в тысячный раз, что с 1 января всем, кто на патенте, необходимо будет перейти на упрощенную систему налогообложения. Опять же, речь идет о конкретных категориях, и об этом мы подробнее расскажем в следующем ролике. Что нужно знать о налоговой реформе? Не переходят на упрощенку продавцы поддержанных вещей, торгующие на открытых прилавках. Что нужно знать о налоговой реформе? Приготовление еды и напитков теперь только на упрощенке. Патентщики могут торговать сосисками и булочками, но если сделать из них хот-дог, то это уже упрощенка. Ну вот и все, ну вот и все, ну вот и все, как поется три раза в песне одной, наша программа подошла к своему завершению. Но осталось одно, рассказать вам прогноз погоды на этот день, узнаем, что нас ждет, двигаемся на север. Итак, Каменка, Рыбница и Дубосары, в принципе, и центр республики, погода одинаковая. Днем температура плюс 5, плюс 6 градусов, ночью плюс 2, плюс 3. Хочется отметить, что возможны осадки. Да, двигаемся на юг, посмотрим, какая там погода. Бендеры, Церасполь, Слободзей, Днестровск. Смотрим, что немного теплее, плюс 6, плюс 7, ну а ночью у нас плюс 4, плюс 5. Холодно, тоже, возможно, осадки, так что утепляемся, друзья. Ну а что ты хотела? Осень подходит, к концу наступает зима, ну так и должно быть. Ну я знаю, где тепло. Вот накануне появилась новость, что при Днестровском госуниверситете дали тепло, и студенты, конечно же, в первую очередь к батареям посмотреть, так ли это. И теперь вот сидеть все эти пары можно без проблем. Что значит, вот ты вот так, наверное, училась, сидеть эти пары, учиться в университете стало приятнее. Да, согласна. Но на самом деле это не только в университете, и в техникумах тоже дали тепло. Я думаю, это очень хорошая новость для всех студентов и не только. Ну вот и все, ну вот и все, как сказал Влад, мы прощаемся с вами, нам с вами. Было очень весело, надеемся, вам с нами так же. Это утро встречали Владислав Гресь. И веселая, озорная Татьяна Аврамогла. Увидимся уже на следующей неделе. Пока. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин